Дорога от Павлова до Михалиц была проложена в 80-х годах и с тех пор ее ни разу не ремонтировали. Последнее время она больше напоминала фронтовую тропу после бомбежки. Ничего общего с автодорогой она не имела. По этой дороге раньше можно было ездить не быстрее 20 км в час. 15,5 км между Павлова и Михалицами были настоящим испытанием и для водителей, и для автомобилей. Однако теперь ее, можно сказать, проложили заново. Дорога ведет из города Павлова к таким немаленьким населенным пунктам, как Крежи, Машково, Михалицы, Кулакова и другим. Дорога была плохого качества. Да, были большие ямы, с острыми краями. Конечно, скорость увеличилась, время сократилось. На данном этапе выполнены асфальт, асфальтировки полностью. Здесь были выполнены работы по холодной регенерации, стабилизации основания и нанесении верхнего слоя. Сегодня в итоговой проверке отремонтированной дороги принимают участие общественные контролеры. Все они прошли обучение и знают, на что нужно обращать особое внимание. Проверяют ширину проезжей части в нескольких местах, наклон и колейность асфальтового полотна. Все эти параметры соответствуют ГОСТу. Вопросы вызвала только отсыпка обочин. После замечания общественных контролеров, чтобы пройти приемку, подрядчику предстоит это доделать. Мы, общественные контролеры, мы никого не боимся, поэтому мы смотрим дорогу прямо, четко, по ГОСТу. В данном участке, как и в предыдущем, нет таких претензий. Проверяли колейность. Она должна не превышать 6-7 мм. Везде она в допуске. Она составляет не более 2 мм. В большинстве случаев она 0 мм. То есть дорога абсолютно ровная. Конечно, бывают и замечания, но хочется отметить ответственность большинства подрядчиков. То, что когда ты выходишь на объект и видишь какое-то несоответствие установленным нормам, то буквально в течение суток данное нарушение устраняется. В Нижегородской области вовсю идет приемка дорог, отремонтированных по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Отремонтировано уже около 300 км дорог и с такими масштабами ремонта важно не забывать о качестве. О том, чтобы все этапы ремонта были открыты для каждого нижегородца, неоднократно говорил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Всего в Павловском районе в этом году по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги отремонтируют 68 км дорог. Это 27% от их общей протяженности. В планах отремонтировать участки дорог Ряжск, Касимов, Муром, Нижний Новгород, Павлова, Тумботина, Гороховец и еще три дороги, ведущие от райцентра к селам и деревням. Даниил Воронов, Вячеслав Орлов. Время новостей.